ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь во всем подробнее. На прошлой неделе наделало немало шума заседание правительства России, на котором президент Владимир Путин потребовал от министров восстановить немедленно отмененные за последние годы электрички. Тогда Путин высказался весьма жестко и отметил, что нынешний подход к организации железнодорожного пригородного транспорта несерьезный. Так передает агентство Интерфакс. На том заседании вице-премьер Аркадий Дворкович признал, что ситуация с пригородным сообщением сложная. Он объяснил это переходом на новые принципы договорных отношений между ОАО РЖД и субъектами России. Дело в том, что руководство российских железных дорог уже довольно давно признало пригородные перевозки для себя убыточными и потому предупреждало о том, что во многих регионах отменят пригородные сообщения. До реформы РЖД пассажирские перевозки на небольшие расстояния до малых городов и поселков субсидировались за счет тарифов на грузовые перевозки. А потом РЖД создала специальные пригородные пассажирские компании, которые должны были арендовать поезда у Госмономполии, продавать билеты, а убытки подкрывались из местных бюджетов. Регионам это было дорого, компании обрастали долгами, и в результате от электричек в ряде мест решено было отказаться. В итоге после отмены сотен маршрутов пригородных электропоездов в ситуацию вмешался президент. Он потребовал вернуть транспорт на рельсы и разобраться с системой оплаты, чтобы люди не страдали. О том, как обстоит ситуация с электричками в Рязанской области, выясняла Алена Куколева. В Рязанской области движение пригородных электропоездов сохранится в полном объеме. Между областным правительством и железной дорогой действуют соглашения, где прописаны все условия пассажироперевозок. Регион их неукоснительно выполняет, ежегодно перечисляя субсидии в качестве компенсации за выпадающие расходы при перевозке пассажиров льготных категорий. В Рязанской области пригородные поезда не отменялись. Мы работаем на территории области уже 4 года, с 2011 года. И с 2011 года все пригородные перевозки по территории Рязанской области сохранены. Мы постоянно работаем совместно с правительством Рязанской области. И благодаря тому, что правительство адекватно оценивает необходимость пригородных перевозок, все поезда сохраняются. Сказать, что наиболее популярные можно в том ключе, где наибольший пассажиропоток. А это связано с численностью населения в каких-то определенных населенных пунктах. Основной пассажиропоток по территории области – это Рязань-Сасово, то есть между этими населенными пунктами. Есть населенные пункты, где пассажиропоток невелик. Это Михайловское направление, Узунова, Павелец. Это направление на Язакова. Там пассажиров у нас очень мало. Но вместе с тем зачастую мы являемся там единственным транспортом. Безусловно, есть и убыточные направления. Но отменять из-за этого весь маршрут – это явно не выход. Раз пассажиров мало, то возможно сократить количество вагонов в составе. Впрочем, масштабную ликвидацию электричек Рязанской области обошли стороной. И даже когда Тамбовская область отменяла 4 пригородных поезда «Ряжск-Мичуринск», губернатор Рязанской области Олег Ковалев дал поручение проработать вопрос об организации автобусных рейсов по этому маршруту. Пригородные перевозки всегда были и остаются социальным транспортом. Поэтому я думаю, что правительство на уровне федерации, местные правительства и компании-перевозчики все-таки найдут общий язык и будут работать и дальше на благо наших жителей. Вмешательство президента электрички вернуло во все регионы. Но теперь, судя по всему, речь должна пойти о пересмотре принципа финансирования системы пригородных поездов. То есть, вероятно, и о пересмотре реформы РЖД, чтобы электрички снова не остались лишь головной болью местных бюджетов. То есть, вероятно, и о пересмотре реформы РЖД, чтобы электрички снова не остались лишь головной болью местных бюджетов. Как уж повелось, после новогодних праздников иммунитет у граждан резко падает. А вот эпидемиологическая обстановка, связанная с заболеваемостью гриппом и другими инфекциями, в конце зимы начинает резко обостряться. Как обстоят дела в нашем регионе сейчас и какими методами уберечь себя от температуры и других, в кавычках, прелестей и сезонных болезней, узнаем в следующем сюжете. По мнению специалистов, причиной резкого роста заболеваемости молодого населения гриппом и ОРВИ в нашем регионе стала недостаточная вакцинация. Если говорить точнее, многие родители в письменной форме отказались от того, чтобы их детям в школах делали прививки. В связи с низкой посещаемостью в 23 образовательных учреждениях на карантин был закрыт 71 класс. Полностью остановлен учебный процесс в четырех школах и двух детских садах Рязани. В настоящее время в Рязанской области отмечается рост заболеваний ОРВИ и гриппом. То есть на фоне сезонного подъема с третьей недели пошел прирост темпов заболевания. И сейчас в процесс вовлечены дети до 14 лет, 7-14 лет школьного возраста. Они составляют большую часть из числа заболевших. На 15% превышены пороги по итогам пятой недели текущего года. Но ситуация, она как бы так и прогнозировалась. Мы ожидали прирост заболеваемости и эпидемический вот этот вот подъем со второй половины января. Он оправдался. По результатам лабораторного мониторинга выделяются как вирусы гриппа В, так и А, и вирусы негриппозной теологии. То есть эпидемия, если она начнется, будет носить смешанный характер. Но, в общем-то, проводятся мероприятия, которые направлены на предупреждение распространения заболеваний в организованных детских коллективах. Это уже в третий год мы применяем такую практику, как приостановление учебного процесса. В 2014 году период вакцинации выполн на сентябрь и октябрь месяцы. Теперь, как говорится, поздно пить боржоми. Как обезопасить себя и своих близких от сезонных инфекций знают все от мала до велика. И все же, повторение, великая мать учения. Профилактику надо проводить задолго до февраля и марта. То есть профилактика вирусных инфекций и профилактика болезней иммунной системы. Это профилактика, что называется, с рождения и до смерти. Круглогодично должна проводиться. Это должно быть и хорошее питание, это дозированные физические нагрузки, это умение правильно болеть, когда любую болезнь нужно вылежать. То есть 3-4-5 дней нужно обязательно провести дома. На работу ходить. А не нужно во время болезни, поскольку это резко повышает частоту осложнений. Второе, это, конечно, достаточное количество витаминов в питании. Фрукты и овощи – это самый лучший источник витаминов. Для профилактики вирусных инфекций большое значение имеет мытье рук. На руках огромное количество вируса. Человек потрет нос, потом поздоровается с кем-то, передаст вирус и так далее. Это, конечно, индивидуальное средство защиты. Вот это маски. И ограничение контактов. В период подъема заболеваемости не следует ходить по магазинам, театрам, кино и так далее. Есть и более простой народный метод – не заболеть, а напротив – укрепить свой иммунитет. Но речь идет не о закаливании ледяной водой, а о лыжном беге. В минувшие выходные по всей России прошла физкультурно-спортивная акция «Лыжня России-2015». На старт в Рязанском регионе встал рекордное число участников. Их набралось более 15 тысяч человек. В воскресенье 8 февраля Рязанская область приняла участие в 33-й открытой всероссийской гонке на «Лыжня России-2015». Традиционная массовая гонка, проходящая в нашей стране с 1982 года, является одним из самых демократичных соревнований. Принять участие в забеге может любой желающий, независимо от возраста и уровня подготовки. Видимо, поэтому число участвующих в Монстарте увеличивается с каждым годом. Все больше городов присоединяется к масштабной акции, направленной на популяризацию здорового образа жизни. На старт! Внимание! Рязанская область участвует в «Лыжне России» с 2005 года. В этом году в забеге участвовали не только жители областного центра, но и 14 муниципальных. Гонка собрала рекордное число участников. На «Лыжи» встали около 15 тысяч человек. Из них около 6 тысяч вышли на главный старт, который проходил в поселке Ворске Рязанского района. Знаете, я ожидал, что будет много народу, но что столько, не ожидал. Честно сказать, за все годы, мне кажется, сегодня самое большое количество пришло людей пробежаться на лыжах, пообщаться. Это очень хорошо. Причем, видимо, может быть даже как-то неосознанно, но вы знаете, что объявили день начала Олимпийских игр днем зимних видов спорта. И это как знак хороший, то, что в Рязани любят зимние виды спорта. Акцию по популяризации здорового образа жизни, которая является «Лыжня России», поддержали не только обычные горожане, работники различных учреждений, студенты вузов, СУЗов, курсанты, но и представители спортивной общественности. Гонку пробежали футболистки «Рязань» в ВДВ и хоккеисты хоккейного клуба «Рязань». Как отметил Олег Ковалев, участие профессиональных спортсменов в подобных мероприятиях является стимулом к развитию спорта в регионе. Профессионалы должны идти вообще-то в общество и должны общаться, потому что никто лучше не сагитирует детей заниматься физической культурой и спортом, как те ребята, которые профессионально им занимаются. По традиции в рамках «Лыжней России» прошли забеги на дистанции в 10 и 5 километров, а также ВИП-забег, участие в котором приняли представители региональной и городской власти. Заместители председателя правительства области Сергей Самохин и Елена Буняшина, министр труда и занятости населения региона Юлия Рокотянская, глава администрации «Рязани» Олег Булеков и другие. На лыжах они преодолели расстояние в символическом 2015 метров. Хотя к «Лыжней России», как к никакому другому соревнованию, применимо высказывание о важности не победы, а участия, по итогам гонки состоялось награждение спортсменов, показавших лучшее время. Так, на дистанции в 10 километров среди мужчин первенствовали силовики. Первое место досталось представителю АПУВСИН Дмитрию Рогову. На втором месте оказался сотрудник ОМВД России по Рязанской области Константин Шицков. Третье место досталось Виталию Водорезову, предоставляющему ОМВД по городу Рязани. Среди женщин на этой же дистанции победителем стала Анастасия Поздеева. На дистанции 5 километров среди девушек первенствовала воспитанница средней школы номер 64 Валерия Крысанова. Среди юношей победу одержал ученик этой же школы Денис Барыкин. Всем победителям были вручены награды федерального и регионального Минспорта. Памятные призы получили и самые юные, и самые опытные участники соревнований. Ими стали трехлетний Ярослав Авдеев и пятилетняя Светлана Сосновская, а также Герасим Севастьянович Березов, 1929 года рождения. Была определена на соревнованиях и самая спортивная семья. Обладателями этого титула стали семьи Крючковых и Калининых из Рязани, вышедшие на старт по 9 человек. И теперь о более позитивном событии. В Рязани распахнул свои двери для молодоженов дом торжеств. Он сейчас располагается на улице Соборной и фактически заменил собой дворец бракосочетания в здании бывшего дворянского собрания. С 7 февраля в Рязани открыл свои двери дом торжеств. В здании на улице Соборной переехали дворец бракосочетания и региональное управление ЗАГС. Дорогие ребята, в путь я предлагаю открыть наш дом торжеств, чтобы больше праздничных, хороших здесь было зарегистрировано торжеств, свадеб и рождение детей. Дорогие друзья, с праздником! Ура! Три, четыре. Ура! Просторный холл, два зала для торжественной регистрации, золотой и бирюзовый, свежий ремонт, светлые, современные помещения. Дмитрий и Александр стали первыми, кто зарегистрировал свой брак в стенах нового дома торжеств. Этот день стал для них особенно трогательным и памятным. Я объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга первым супружеским поцелуем. На всю жизнь запомнился нам этот момент, что мы первая пара, которые открыли этот ЗАГС. Очень нам приятно, очень волнительно вдвойне даже, что мы первые здесь. Мы долго выбирали место и определили, что будем здесь. Что-то центральный ЗАГС у нас получается, как бы первый ЗАГС. Мои еще родители здесь расписывались. Как-то не хотелось нарушать традицию. И вот хотелось именно в этом ЗАГСе. Как известно, центральный ЗАГС города являлся самым популярным местом для проведения церемоний бракосочетания. Дом торжеств стал его достойным наследником. Эту статистику подтвердил и первый день работы дома. Здесь было зарегистрировано 20 пар. Таким выдался первый рабочий день этой недели. Далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии будет член Совета Федерации Игорь Морозов. И речь в беседе пойдет о сложившейся сейчас международной обстановке. А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова